Мы продали нашу квартиру в Новом Саду. Машина, которую я недавно привез с Германии, поломалась. А я хочу напомнить, мы переехали в Сербию полтора года назад, в феврале 2023 года из Израиля. И сейчас я расскажу наши последние новости. Квартиру, которую мы купили в декабре, прямо перед Новым Годом, мы долго ее продавали, люди ходили, смотрели. Раз в неделю, ну, хотя бы приходила какая-нибудь пара. И почему-то, по непонятной мне до сих пор причине, разворачивались и уходили, хотя цена у нас была нормальная. Ну, чтобы продать, пришлось цену скинуть. Квартира была продана за 98 тысяч евро, 45 метров, в Новом Саду, район Новодитилинара. И в наших планах сейчас смотреть квартиру в Субботице. Мы планируем переезд в Субботицу. Почему мы планируем переехать? Ну, не то из-за цен. Потому что цены в Новом Саду высокие, а нас Новый Сад ничем не держит. Мы работаем, моя жена у меня работает удаленно, я не работаю. И, в принципе, нас Новый Сад ничем не держит. И наша главная цель – это уменьшить наши расходы. А сегодня мы планируем поехать в Субботицу. Сегодня четверг. Я забираю сегодня машину из сервиса. У меня не работал кондиционер. Кто видел видео о моей поездке в Германию, видел, что мы ехали без кондиционера. Я изначально купил так машину. И когда я приехал в Сербию, я на самом деле думал, что просто нужно газ будет заправить, и все будет работать. Хотя, оказывается, там была какая-то поломка. А ехать всей семьей в Субботицу без кондиционера как-то была для меня так себе затея. В общем, мы сейчас заказываем на 2-3 ночи ночевку жилье в Субботице. И поедем, погуляем по городу, посмотрим, как, что. Посмотрим, у нас уже подметили несколько квартир. И посмотрим, как нам приглянется, или нам вообще Субботица. Главная цель наша при каждой покупке и продаже квартир купить квартиру по низу рынка. Так что, если что-то нам не понравится, мы всегда смогли ее продать и переехать. Вот и сейчас преследуется та же цель. Мы планируем в Субботице найти квартиру по низу рынка. Во-первых, улучшить жилищную площадь. Плюс к этому состояние дома, чтобы дом был новый, обязательно с лифтом. Ну, это наши главные критерии. Если будет там кухня симпатичная, квартира мебелированная, это тоже будет, конечно, большой плюс. Приглянулось нам несколько квартир. Мы отложились, с людьми уже созвонились. Так что, давай, погнали в дорогу. Сейчас заберу машину, проверю кондиционер, что работает. И вон, пока что все собираются. Сумки собирают. И выдвигаемся в Субботицу. Вот так у нас произошла небольшая задержка. Время уже 12.30. Мы где-то на 2 часа, получается, задержались. Я поехал за машиной забирать машину. А там передние датчики не подключены, не работают. Потом мужик подошел, мастер подключил передние датчики. А не работают, оказывается, еще и круиз-контроль, и система старт-стоп. Короче, непонятно, что они там зацепили. Вот это 2 часа, он там что-то куролесил, с компьютером подключал. Пытался что-то перезапустить. Аккумуляторы отключал. Ну, так ничего и не помогло. Короче, назначили очередь на вторник. Приезжает его мастер. Будем смотреть, решать проблему. Ну вот, приехали. Час езды. Мы в субботице. Вон домик смотрим. Вон там детки есть. Ричи меня тянет. Все, сейчас пойдем знакомиться. Так, а вот наша комнатка, наши апартаменты. Мы тут, наверное, до субботы в субботице. Такое небольшое местечко. Ну, чисто, красиво. Собачка, правда, рядом. Ну, такое небольшое местечко. Вот. Внутри. Вот еще 30 за ночь. До субботы будем здесь. Места много. Деткам ездят, поиграться, попрыгать. Территория большая. Правда, когда поезд проезжает, такой чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Прямо вот за стенкой, за вот этим вот зеленым забором путь. Заходим в квартирку. Двери все новое. Вообще дом новый, все новый. Вот это ходник такой. Не знаю, как показать на телефоне. Все новое. Так. Кухня. Кухня тоже такая. Ну, нормально, большая. Балкончик сейчас выходим. Вот. Балкон вообще просто шикардос. Вот. Огромный балкон. Он, короче, говорит, что еще можно даже закрыть здесь, если хочешь достройкой заниматься. Но это не для меня. И вот такой вот видосик. Вот, кстати, вот это вообще центр города. Вот там вот старый город. И вот здесь вот где-то там школа, садик для Ли, для Илая будет. Короче, вообще подходит нам супер. И еще есть вот одна комнатка. Сейчас закрою здесь балкончик, чтобы нам пыль не залетела. Нам квартира, кстати, понравилась. Вот электричество, площадки новые. Вот такая вот комнатка. Ну, нормально, большая, просторная комнатка. И туалет. Байлер. Туалет. Ну и все. Вот так вот идем. Сейчас еще и сдадим себе до места. Эли. Это уже вторая квартира, 11А. Улица такая центровая, оживленная. Там где-то церковь. Вот тут симпатично. Домики симпатичные. Ну, этот не такой уж и новый. Ну, видно, что он не новый. Ну, в хорошем состоянии. Вход такой солидный. Давай, заходим. 37, звони. Вход тут такой, посолиднее. Вот Таиланда. Таиландская парковка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Посмотри за илайчиком, пожалуйста Вот еще один домик мы тут смотрели Вот такой вот дом Ну это такой старенький райончик, старый домик Но внутри, правда, ремонт есть, классный Но как-то оно все вот не очень Какие-то гаражи непонятные Ну парковки много, зелено все Ну вот это дворик такой Конечно, да, конечно так Старо все Ой, даже не знаю, панельки такие Не знаю, что это, панельки, наверное Такие вот Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть, семь этажей Там в центре такая прогулочная зона Ну все в графике, все, короче, так мрачно Старо Ну квартира я не заснял Как-то не знаю, что-то я забыл про это Ну квартира большая 55 метров за 57 тысяч Ну с тем, что мы видели до сих пор Мне кажется, они все приблизительно за одну цену Но мы видели и получше Так что сейчас будем думать Подписывает Ксюша предуговор с дядей Так, вышел с ричем на вечернюю прогулочку Давай расскажу итоги нашего дня В общем, посмотрели мы три квартиры здесь в субботице Одна, вот эта вот, которая была первая, она была новая 56 метров Получается за 63 тысячи евро И там это от инвестора И получается от застройщика И там не нужно будет платить нам 2,5% налог Потому что получается мы первые хозяева Это новая квартира Вторую квартиру мы смотрели от семьи Но она маленькая Там 47 метров Я внутри, правда, не поснимал Но там одна комната, которая зал Она еще нормальная Кухня нормальная А вот комнатка совсем манюсенькая Она такая, как полкомнатки Туда становится Одна кровать Такая-то даже не полуторная Ну, сантиметров 60 Нет, ну, какой-то метр, по-моему Ширина кровати стандартная И у окна Журнальный столик Все, короче, такая калечная комнатка В общем, ну, ребята хорошие А квартира не очень Поэтому не подошла А третья вообще была Вот я немножко поснимал район Район старый Дом старый Ну, внутри, конечно, да Квартирка была ухоженная Они там ремонт делали Несколько лет назад под себя Продаются всей мебелью Но район не подходит Район старый В общем, короче А, и цена у всех трех квартир Цена практически одинаковая Там 60 тысяч Ну, как бы, выбор пал Само собой на новую квартиру Короче, посидели мы сейчас В ресторане с мужиком И обговорили, как, что мы это будем делать В общем, с утра пойдем к нотариусу И посмотрим Посмотрим все бумажки Договор Так, чтобы было время пройти на выходных Посидим, почитаем договор И, в принципе, вот В добрый час, как говорится Доброе утро Извиняюсь за скрип Челька скрипит Лайя нужно качать В общем, ночка прошла в субботе Очень даже хорошо Правда, мы находимся Прямо в последний дом Рядом с железнодорожными путями И посреди ночи Так промчался поезд Где-то в 4,5 Где-то так Разбудил меня Зайло мне где-то еще час заснуть Ну, ничего Кондиционер всю ночь работал Тоже немного побудел Тяжело было спать Чутко как-то спалось Ну, нормально Главное место классно Территория большая Детям есть где погулять Рядом с удовольствием бегает А планы наши На день Сейчас поедем Оформлять договор Будем заключать Покупать эту квартиру новую Которую Которая нам понравилась Цена хорошая Метраж нормальный И локация неплохая В общем, нам все подходит Погнали Приехали в центр города Ждем нашего продавца Его зовут Золи Ждем Должен через 2 минутки подъехать Мы будем составлять договор Я не понял Будет с нами Составлять договор Также Инвестор Или это будем только мы Не знаю Сейчас посмотрим Так, давай я расскажу Что мы до сих пор выяснили Мы были сейчас У нотариуса Нотариус нам рассказал Как мы составляем договор Но в принципе Он говорит Договор идет стандартный Или же мы сами Если хотим Можем поехать к адвокату И составить договор У адвоката Если мы что-то хотим Такое особенное Но в принципе Все стандартное Договора стандартный Поэтому Мы берем стандартный Образец договора И внесем Может быть Какие-то свои Поправки Свои какие-то вещи Которые нас больше Будут интересовать Надо почитать Короче Стандартный договор Вот И в принципе Назначили очередь На среду Нам нотариус Рассказал Что он знает По этой квартире И что мы выяснили Что эта квартира До сих пор Не записана В кадастр Но дом построенный И получается Это как последний этап Перед записью В кадастр И то что он знает Это то что На данном этапе Нет проблем Нам как турист Ну мы не туристы Мы с ВНЖ Но ВНЖ Мы это получаем По недвижимости Поэтому он говорит Насколько я знаю Последнее время Нет с этим проблем И мы можем Купить квартиру И получить ВНЖ Когда квартира Находится На последнем этапе Укниживания Вот А чтобы быть спокойными И спать спокойно С этой информацией И покупать С чистой совестью Эту квартиру Мы вот заехали На заднем плане Может быть видно Это муп Субботический Субботический муп И Ксюша пошла С этим мужичком Который нам квартиру продает У него там друг работает И они пошли выяснять Что у нас не будет никаких проблем И мы сможем переписать Поменять адрес С нового сада На субботицу Но в принципе Как и нотариус нам сказал Квартира построена Дом достроен И все готово Это просто конечный этап И сейчас это чисто формальность Будем держать пальчики Вот Вот так вот Так мы выяснили Вернулись с мупа Ксюша выяснила Нам сказали Что никаких проблем нет Все можно записывать Потому что Дом находится На последнем этапе Укниживания Поэтому никаких проблем нет Мы его можем покупать Соответственно Вот Мы приехали Сейчас пойдем Ксюша хочет Посмотреть Какую мебель Мы можем себе купить И приблизительно Прикинуть размеры Так что идем смотреть И я еще раз сниму домик Люди злятся Написали А где зеленая зона? Ну правда Конечно как-то странно Он построил У всех есть какая-то лужайка зеленая Вон там даже дальше Есть зеленая лужайка Вот я не знаю Если видно А тут ничего нету Странно конечно Лев купил лев Аккуратно Сейчас Под домом У нас в соседнем доме Находится магазин Макси Супермаркет такой большой Думаю это тоже Один большой плюс А вот Из минусов Я не нашел здесь Рядом Пока что не нашел Готовую еду К чему я очень привык У себя в новом саду Выходишь И прям Выбор этой готовой еды Нужно По вкусу Что тебе нравится К чему привык К чему К чему короче нравится К тому И у того и покупаешь Прикольно Тут даже лего продают Он меня хочет Места конечно Здесь классные Сейчас приехали Поужинать Салаш Называется Елена В трех минутах На машине Восемь минут Пешком От того места Где мы остановились По фоткам Показалось Очень привлекательное Местечко Такое И меню Выглядело Очень аппетитно Вот Так что Сейчас сниму Покажу внутри Выглядит как будто Мужик Который нашу квартиру Продал Нам То есть Квартиру продает Вот тут И праздновать Сейчас будет Продажу Местечко Классное такое Для детей Там площадка Целая Деревянная Ничего Стоит Только Эта площадка Стоит Приезжать Стоит Еще Еду Не пробовал Но уже Стоит Начинается С выпивки Начнем С пива А дальше Как пойдет Сейчас буду Выбирать Покушать Цены Обычные Цены Обычные На все Так Так Рагу Супер Обычные Цены Я листаю Вперед Назад Меню А гуляш Найти Не могу Так Захотелось Гуляша Что-то Давно Не кушал Да Да Принесли Порцию Супа И салатик Шопский Заказали Но суп Слушай Это тут Принесли Супа И три Тарелки Ну конечно Наверное На четверых Хватит Красивая Такая Картина О Они тут Еще И домики Сдают Да Вон там Какие-то Номера У них Есть Красивый Такой Тоже Дизайн Внутри Прикольно Камин Такой Ствол Богатый Короче Порция Гуляша Тоже Свободно На троих Пойдет Он там Приходит Такая С макарошками С макарошками Сегодня Сегодня Поездка В субботе С уже Должна Была Закончиться Мы Здесь Утро Должны Сдать Наш Домик Помрачнело Даже Дождик Накрапывает Сегодня С утра Сегодня Воскресенье Должны Сегодня Возвращаться В новый Сад Но Вчера Вечером Золи Написал Говорит Можно Подъехать Посмотреть Кухню Его друга Послал Мне Его Фейсбук Я посмотрел Кухоньки Такие Симпатичные Даже Очень Симпатичные Я не знаю Где Может быть У кого-то На объекте Так что Сегодня Поедем Посмотрим Мы В принципе После Этого Едем В новый Сад Заканчиваем Нашу Прогулку Я еще Сниму Про Кухоньки Пойдем Собираться Сдавать Домик Вот Это Я даю Сегодня Это Суббота Не Воскресенье Перепутал Дни Совсем Загуляли Вот Так что Я хочу Сказать Что Мы Купили 56 Метров Квартиру Напоминаю Квадратный Метр Стоил 1130 Получается Она нам Обойтись Должна В 63 Тысячи И большой Плюс Что мы Покупаем От Застройщика И получается Мы не Заплатим 2,5 Процента Налог Потому что Получается Мы Первые Владельцы Но Также Есть Минус Что Из-за того Что мы Не Граждане Сербии Мы Не Можем Получить Возврат ПДВ Ничего Страшного Все Но Цена Выходит Дешевле Чем У Остальных Потому что В этом Доме Тоже Есть Два Объявления На Продажу И У Всех Цена 1300 С чем То За Метр А Мы Поехали В Новый Сад Собирать Коробки Надеюсь Вам Субтитры